Во Дворце культуры совместно с праздником Дня Народного Единства состоялся 12-й районный фестиваль славянской культуры «Живая Русь». Более подробно в следующем материале. День Народного Единства ознаменован многими добрыми начинаниями и встречами с людьми, несущими в общество свет и милосердие. Эти ценности помогут амурчанам сохранить свою самобытность, национальную гордость и любовь к родному дальневосточному краю. Сегодня у нас действительно знаменательное событие в культурной жизни Амурского района. Проведение фестиваля в празднование Дня Народного Единства, потому что культура, народные традиции, фольклор очень крепко объединяют народы нашей страны. А фестиваль вырос, окреп, стал хорошей традицией Амурского района. Появились новые творческие коллективы, появились новые имена, исполнители, мастера прикладного искусства, художники. И все это на благо развития Амурского района. Уважаемые амурчане, от имени губернатора Хабаровского края я поздравляю вас с праздником Днем Народного Единства. 12-й районный фестиваль Амурского района объявляю открытым. С праздником и успехом вам всех. Участники фестиваля – это народные певческие коллективы различных жанровых форм, фольклорно-этнографические коллективы, ансамбли русской народной песни, стилизованные коллективы. В фестивале славянской культуры участие приняли различные творческие культурные центры Амурского района. Общее число участников фестиваля – это 276 человек из культурно-досуговых учреждений села Вознесенского, поселка Известковый, поселка Эльбан, города Амурска и Комсомольска на Амуре. Это родина моя, и видеть ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. Нам чушь, родственни, не надо. Мы чушь не берем, а свое нас отвернем. А раз это фестиваль, то и имеет он конкурсное предназначение. Но какой же конкурс без номинации? Главным призом гран-при фестиваля отмечен Дом культуры «Восход» Эльбанского городского поселения в номинации «Национальный костюм». А первое место занял Дворец культуры городского поселения города Амурск. По условиям номинации «Концертная программа» каждое заявленное учреждение представило получасовое выступление, куда вошли вокальные, хореографические, театрализованные постановки. И первое место в этой номинации занял Дом культуры «Восход» Эльбанского городского поселения. По результатам обсуждения, жюри подчеркнуло выступление творческого коллектива культурно-досугового центра «Рассвет» поселка Известковый, отметив яркость образа в сценическую культуру. А Центр культуры и досуга «Радуга» из села Вознесенского стал дипломантом фестиваля. Всех желающих радушно угощали традиционными русскими блюдами. В номинации «Славянская кухня» жюри единодушно присудили первое место Центру культуры и досуга «Радуга» Вознесенского сельского поселения за разнообразие блюд, качество приготовления и оформления стола. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» основным критериями являлось сохранение и развитие славянских традиций прикладного искусства, а также техника выполнения и материалы. По результатам обсуждения победил Дом культуры «Восход» Эльбанского городского поселения. В выставке декоративно-прикладного искусства участвовали 73 человека. Это учащиеся и преподаватели детской художественной школы, мастера декоративно-прикладного искусства Подолинского сельского поселения, Эльбанского городского поселения, ветераны с Мишторга, Треста, Амурскстрой, Вымпел. Основные задачи фестиваля – это поддержка и развитие традиционной культуры славянских народов, создание условия для реализации творческого потенциала народных творческих коллективов, центров национальной культуры, сохранения и развития народных традиций, обрядов музыкального, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, создание среды творческого общения для его участников, выявление новых талантливых исполнителей. Хочется отметить то, что фестиваль в 2017 году имеет свой праздничный стиль. Дизайн эмблемы фестиваля и диплома выполнил амурчанин Суслов Валерий Александрович, член Союза художников России.